Всем привет, ребята! Это РАМ-музыка! Суть сегодня — это новая песня Liam Payne's Strip That Down, Squabble. Liam Payne — Resident One Direction, которая ушла на перерыв, и он выпустил новую песню. Все ребята выпускают новые песни. Пока что хайп пойман, считайте, потому что они закончили на пике с группой One Direction. И у них есть у всех сейчас прекрасный шанс спеть что-нибудь и выпустить песню, и подзаработать чуть-чуть денег. Потому что, сами понимаете, тех денег, которые они заработали с One Direction, хватит лет на 5-10. А что дальше? Они уже привыкли к классной жизни. Это не суть. Деньги — это не главное, тем более в случае с One Direction. У нас есть песня Liam Payne, и мне не терпится послушать, что он записал. Потому что, я так понимаю, уже все выпустили свои записи, и все ждали Liam. Самого такого скромного, адекватного, уравновешенного из One Direction. Где Liam? Где его песня? Честно говоря, слушая One Direction, я не знаю, как каждый звучит по отдельности. Поэтому, мне будет интересно тоже послушать, как он звучит. У них у всех разные странные акценты, но поют-то они все на американском, английском. Поэтому, будем оценивать. Итак, Liam Payne, Strip That Down. Поехали! Ну что ж, давайте слушать. Все, что я знаю про эту песню, это что у нее есть лирик-видео, которое передо мной сейчас появится. Пока что оно все черное. И то, что, по-моему, Эд Ширан помогал записывать эту песню. То ли он был соавтором, то ли что. Давайте смотреть. Ханчо. Зубы и бриллианты. Так, окей. Как в школе, заполните пустые места. Тоже щелчки. Я недавно слышал песню Кати Пырь, у нее тоже там были щелчочки такие. Они задают ритм. Если это перейдет во что-то классное, будет круто. Оу, ты знаешь, я used to be in 1D. Так. Я не поменялся, я просто хочу отдохнуть. Холос Бакарди. Сколько ему, 14? Эм, да, Феррари. Я же говорю, в хорошую жизнь привыкли. Уфа! Щелчки сменились на... Чш! Strip That Down. О, окей. Слушайте, мне нравится, как Куава звучит здесь. Очень подходяще. Я толком не слушал его вообще, но он прям в тему здесь. I don't need no money. Пока что тебе не нужны деньги, да. Еще лет пять. I'm not out free. Че-то там было написано. То есть, намек, что группа все-таки не распалась или что? Слушайте, у меня такое ощущение небольшое, что голос очень похож на самого Эдеширана, в принципе. Особенно в припеве. На верхнем регистре подпевает, как будто бы Эд Ширан записал бэк-вокал. Не знаю, еще он мотив. Я извиняюсь, песня новая все-таки. Че-че это за визуальные эффекты? Наушники, лампочки люминесцентные. Там были, по-моему, ананасы какие-то, зубы, бриллианты. Ну куда тебе Strip Down? Граната. Похоже на Мигус. Опять вот этот дурацкий автотюн. Может, это, кстати, член Мигуса, Куаву. Я не очень знаю, из чего они состоят. Подскажите мне в комментариях. Окей. Слушайте, мне нравится. В принципе, можно слушать. Кольца. Кольца влюбленных. Мужа и жены. И че, все, что ли? Даже не знаю, что сказать. Песня оказалась слишком короткой. Сколько она идет? Три с половиной минуты. А кажется, кажется, как будто две с половиной. Я не знаю, это хороший знак или плохой. Видимо, мне так сильно песня понравилась, что время прилетело незаметно. Видимо, так и есть. Другого варианта не могу придумать. Слушайте, у меня есть несколько вопросов по поводу этой песни. Во-первых, слышно, что поет Эд Ширан. Возможно, он и не поет. Возможно, его нет на бэк-вокале. Но слышно, что он написал всю песню. Пишет, что он помогал при записи. Но я думаю, он написал всю песню. Текст в стиле Эда Ширана. Очень открытый, простой, понятный молодежи. То есть, здесь нет никаких метафор. Здесь в буквальном смысле написано. Я пошел, ты меня увидела. Садись, разденься. Значит, у нас будет все клево. Я из One Direction. Теперь я не One Direction. Я хочу тебя. Подойди, раздевай. И, кстати, что это за прикол с раздеванием? Почему ребята из группы хотят вбить в голову фанатам, что они уже взрослые? Почему Зейну пришлось из кожи вон лезть, чтобы доказать, что он такой весь взрослый, сексуальный, полон энергии? Почему все такую сексуальную тему затрагивают? Мы как бы понимаем, что вам уже не 14 и не 16. То есть, я не вижу смысла в этой песне. Текст был очень простой и понятный. И вдруг, откуда ни возьмись, после каждой строчки разденься. А ну-ка, разденься. Я уже не One Direction, но ты разденься. Да, у меня все хорошо. Я сегодня в клубе на Феррари, а ты пойди-ка ко мне разденься. И щелчки были на протяжении всей песни. Никакого перехода на припев. То есть, все очень как бы веселенько. Песня предыдущая, которая вышла у Найла Хоррона. Если я не ошибаюсь. Это... Очень классная песня. Я прям лежал здесь, просто кайфовал. А потом я встал и кайфовал. А потом я пошел, немножко покайфовал и вернулся. Но песня намного круче. Понимаете? А вот то, что здесь... Ну, не знаю, прикол какой-то. И мне кажется, что у всех ребят нет плана. Они понимают прекрасно, что если One Direction распадется... Может, они надеются, что One Direction останется на плаву. Но, блин, если у Гарри все получится стайлзо с альбомом хорошо, то до свидания. Ари Ведерчи, малышка. Моя милая мышка. В группе можно сказать прощай. Группа распадется. И ребята уйдут в тень. Поэтому они как бы выпускают песенки, и никто не планирует. Кроме Гарри Стайлза, никто не взялся за ребят. Мне так кажется. Все выпустили по песенке, знаете, вброс такой, как One Republic. Как на нашей российской эстраде так делают. Просто песенку выпустили, и все, что будет дальше, никто не знает. Потому что, как первый сингл, это говно. Я не знаю, по-моему, он возглавил iTunes. То есть через пять лет никто не вспомнит эту песню. Так же, как и песню, которую я недавно слушал. У Кэти Перри свиш-свиш. Бессмысленная песня, это не легендарная. Вы смотрели Стражи Галактики? Вон там легендарные песни. У легендарных песен нет возраста. Их можно слушать через 20 лет, через 30 лет. То есть все гонятся нынче за какой-то короткой популярностью. Кэти Перри, понятно, она хочет удержаться на плаву, потому что сингл провалился, второй сингл провалился. Нужно срочно догонять. Не дай бог, не дай бог она упадет в пропасть со своим новым альбомом. Это столько денег потеряется. Такой бюджет у всех этих клипов и у всего этого промо вы даже не представляете, потому что возложено очень много надежд. Что касается Лиома, я не знаю. Я даже не знаю, на каком он лейбле. Да я и не узнавал, да и не должен знать. Я же обычный слушатель. Так что вот такая моя реакция на клип. Ребят, подскажите, как вам? Песня, в принципе, классная. Я могу ее слушать. Она похожа чем-то на Shape of You. Так что если бы ее выпустил Эд Широн, то она бы была уже на вершине. И сидела бы там очень долго. Просто у Эда Широна более такая отполированная версия. Более цензурная. I'm in love with the shape of you. Мне нравится твой образ, твоя форма, твоя фигура. А здесь в прямом тексте написано. Разденься. Ну что ж, будем смотреть, будем слушать дальше. Жду ваших мнений в комментариях. Мне очень интересно. Потому что я пропустил много новинок. Может я еще что-то забыл. И вообще, как у вас там? Может после этой песни, я не знаю, он споткнулся и разбил себе лицо где-нибудь около продуктового магазина. И его карьера уже закончена. А я вот тут распинаюсь. Поэтому пишите, ребята, в комментариях. И ставьте лайк. Лайк. Понравилась песня? Ставьте лайк. Нравятся реакции? Ставьте лайк. Значит, будут еще песни и будут еще реакции. Увидимся очень скоро. Видео выходит каждое воскресенье, а иногда и в четверг. Ну а реакции выходят без расписания, бесконтрольно. Поэтому заходите, смотрите и ставьте свою оценку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok